Поехали! Здравия, слушатели Народного Славянского Радио! Меня зовут Евгений, родился я и живу в Сибири, как и все мои предки. Записывать буду на себя на дворе, так что будут различные звуки. Посторонние, так сказать, будет нюхать кошка, лаять собаке, мычать коровы и так далее и тому подобное. В общем, я бы хотел сделать серию передач, серию записей о практическом пчеловодстве. Тема данной передачи – это прикладное пчеловодство, простыми словами. Максимально простое, результативное и дешевое. Тема возникла неспроста. Готовиться к пчеловодческому сезону нужно зимой. Готовь сани летом, а делегу зимой. Как я уже сказал, живу я в Сибири, занимаюсь своим крестьянским хозяйством. Держу корову, конягу, пчел, огороды, поля, покосы и прочее, прочее, прочее. Итак, цель данного эфира – получение качественного мёда для питания себя и своей семьи. Без хорошего питания трудновато. Как хороший автомобиль нуждается в хорошем топливе, так и организм нуждается в хорошей пище. Ну, понятно, что иначе низкий КПД, быстрый износ, болезни и ранняя смерть. То есть, корову в городе не поддержишь, овощи вырастить тоже сложно, но мёд получить, живя в городе, вполне возможно. Мёда хорошего почти нет. Более того, даже официально на территории Чиная работает несколько заводов по производству фальсификата. Это промышленный уровень. Америка, Европа закрылась, всё это пошло к нам. Самый лучший мёд – это мёд, полученный в месте вашего проживания. Понятно, без химии, сахара, пластика, алюминиевых ёмкостей и прочего. Важна экологичность расположения улей или колоды. Обязательно нужно учесть розу ветров, расположение заводов, расположение полей с гербицидами. Ну, удалённость от этого всего. Как делаю я? Я забираю белые медовые соты и просто подвешиваю над столом дома. Можно сделать красивую подставку из дерева, резную, ну, любую, в общем. Подходишь к столу, берёшь деревянную ложечку и ешь мёд. То есть, сколько тебе нужно, ты с сота берёшь. Излишки стекают в керамическое блюдо, которое стоит под сотом. Оттуда мёд получается уже без воска. Его можно добавить в чай, потому что если добавить мёд с воском в чай, тогда воск расплавляется и плавает на поверхности чая. Пить такое не очень приятно. А из блюда берёшь мёд уже без воска. Этот мёд мы называем волшебный. Почему волшебный? Качество такого мёда не уступает колодовому. Овощину, которая располагается на рамке, на которой построен этот сот и заполнен мёдом, старайтесь не дырявить, не протыкать его. Просто вдоль ващины соскапливаете ложечкой и вкушаете этот вкусный и полезный, действительно волшебный мёд. Эта рамка потом вставляется обратно в семью. Семья это всё затягивает, восстанавливает и процесс повторяется. Вот так вот. Это мёд получается без контакта с металлом, без химии. Если поставить улей впритык к дереву, то мёд ещё получит энергию этого дерева. То есть она добавится. И тогда мёд будет приближен к дикому лесному. Немножко о мёде. Мёд не любит перепадов температур. Поэтому или храните соты в холодном складе при уличной температуре. Ну зимой это минус там, минус 15, минус 20, там сколько у вас, у нас минус 30 бывает. Или на холодном балконе. И берите сколько вам нужно. То есть нужна одна рамка, да, в один сот. Взяли из склада с балкона, принесли домой, поставили подставку. Или там подвиги над столом, как мы делаем. Второй способ, это сразу с осени весь мёд, что у вас есть там. Ну соты-то не стоит дома держать, потому что дома соты может. Ну и обычно ест моль. То есть она быстро заводится очень. Допустим, мёд у вас в банках-то, в стеклянных, или в чём он у вас. Вот. Этот мёд с осени остается домой и находится при плюс 20-25. Вот. Потому что мёд не любит перепады температуры. Вот ещё раз. Ещё раз скажу, ещё раз напомню. И если мёд испытывает перепады температуры, то даже редкие сорта мёда, которые годами не кристаллизуются, будут это делать в короткое время. Допустим, если мёд с подсолнечника быстро кристаллизуется, буквально на глазах, за месяц-полтора, за два он у вас кристаллизуется весь. То есть, то, допустим, вот как вот у нас мёд с разнотравья, там, ну, иван-чай, асод, репеи, ну, и различные там, много, что у нас растёт. Ну, такие основные вот. Это вот летний мёд, мёд конца лета. Этот мёд не кристаллизуется очень долго. Он может прям стоять и 10 месяцев, и не кристаллизоваться при плюс 25, без перепадов температур. Но стоит его только, так сказать, остудить, то есть, допустим, подвергнуть мёд остыванию, там, до плюс 10, потом опять нагреву, опять остыванию. И вот 2-3 таких цикла, и мёд начинает очень быстро кристаллизоваться. Значит, соты не стоит хранить в помещениях с резкими запахами, с повышенной влажностью. Резкие запахи мёд будет напитывать себя, он очень этого не любит. А повышенная влажность может привести к развитию плесени. Итак, вы решили получить свой мёд в месте своего проживания. Скажу сразу, что советую с колодами пока не связываться. Заведёте себе колоду, когда у вас в кладовке будет достаточный запас мёда. Для начала нужно жилище для ваших тружениц. Хороший вариант покупка нескольких бэу ульев у старичков. Там же можно купить комплект рамок, комплект суши, пустых рамок. Можно купить у них дымарь, маску, стамеску. Всё это отдаётся недорого, скорее всего, скопом. Иногда продают наследники, что называется. Вдовы, внуки и так далее. Весь инвентарь, включая ульи и рамки. Хорошо помойте с содой, если есть мойка, автомобильная мойка. Если кто знает, то можно мойкой это всё помыть под давлением. Очень хорошо моется внутри ульи. Есть способ по дезинфекции ульев. Вот ульев их практикуют паяльной лампой. Но если будете так делать, то советую сильно не сжечь дерево, потому что пчёлы не любят этот жжённый запах. И могут слететь. Просто слетят и всё. Цена за был ульи от одной тысячи до трёх тысяч. Новый ульи, чтобы вы знали, стоит в районе пяти тысяч. То есть, можно, если много берёшь, за четыре с половиной договориться. Ну, в основном пять, пять с половиной. Просматривайте, просматривайте объявления, просматривайте АВИТУ. Вот. Найти можно. Другой вариант, сделать тюли самому. Если руки на месте, сделаете. Пчёлы не притязательны к архитектуре. Что построите, там будут жить. Может, там элементарно, очень просто этот угол изнутри. Сгладить. Тем более, если у вас ульев немного, там, один, два, три уля, то делается на раз. Вообще, если, конечно, там пасеков, там, сто семей, то, конечно, там, перевопатить эти улья, сгладить тюгой, это очень долго. А два, три уля легко. И, в принципе, от колоды там особо отличаться не будет по энергетике. Если решили сделать улья сами, сделайте сразу рамки. Сколько нужно, там, на комплект, вот, получается, если делаете 12 рамочные. Вот, нужно для начала 12 рамок. Если со вторым корпусом будете делать, то, соответственно, на два умножать это всё. Можно сделать нестандартные рамки. Можно обойтись без вощины вообще. Но тогда пчёлы настроят лабиринты, скрепляя соты между собой. И, доставая рамку, это всё будет превращаться в кашу-малашу. То есть, там, в перемешку будут и пчёлы, и мёд, и воск, и расплод. То есть, лучше всего вощину всё-таки использовать. Поэтому купите вощины и закрепите на рамку. Вощину подержите на солнышке, чтобы стало прозрачной. Появился запах воска. Пчёлы на овощине строят соты ровные и живётся им там замечательно. Главное, поменьше туда суйте нос. Вули. Это вот один из таких постулатов. Чем вы меньше туда лезете, тем в семье лучше. То есть, лезть нужно тогда, когда нужно. На практике это 4-5 раз за лето. Не чаще. То, что, как обучают в книгах, и так далее, что через каждую неделю ты нужна туда лезть. Диверсия. Потому что, пчёлам этого плохо. У них сбивается весь ритм жизни. Они потом перестраивают всё там. Вычищают, тратят силы, время. Плюс они на овощине, они очень редко строят трутовые соты для трутней. Потому что трутнивый сот, он занимает треть от соты. А, соответственно, матка идёт и сеет туда всё подряд. То есть, она в трутневую ячейку, у неё так устроено, что она сеет яйцо неоплодотворённое. И, соответственно, выводится трутень. Трутней становится много, когда они не нужны. В общем, овощина – это хорошо. На самом деле хорошо. Я рекомендую её использовать. Если ульи из дерева сделать нет возможности, можно сделать ульи из старого ДСП. ДСП лучше советское. Это вот шкафы, полки. Если у кого есть дача, всё это вывозилось, то-то складировалось, горы этого всего. Внутри они обклеены бумагой. ДСП это обклеено. То есть, соответственно, и ульи будет внутри позакрыт. Запаха почти нет, потому что ДСП – это старое. Пчёлы там запрополисуют, всё отполируют. Запах постепенно вообще исчезнет. Даже если есть какой-то. Для начала пойдёт. Потому что всё равно такой мёд из такого уля будет в разы лучше псевдомёда из магазина или ядовитого мёда с базара, допустим. Жилища для тружениц и трудяк готова. Трутни, кстати, не только осеменяют. Они греют расплод, то есть, дают возможность больше пчёлам отлучаться за нектаром. То есть, большее количество пчёл плетает, трудится по улю. Расплод в тепле, он лучше растёт, не погибает. Потом опытно доказано, что семья, в которой трудней много, в конечном счёте, даёт мёда больше, при том, что трудни много едят. Гораздо больше, чем обычная пчела. В конечном счёте, такая семья даёт мёда больше, чем та семья, в которой трудней мало, в которой трудневые соты уничтожали, вырезали. То есть, они энергетически поддерживают, стимулируют пчёл. То есть, пчёлам с труднями хорошо. Вот это такая вот правда жизни, да, что не только они осеменяют, они очень нужны и очень важны. Вот, жилища для пчёл готова. Теперь нужно найти место для размещения. Ищите хорошее, экологичное место. Вот в книжках пишут, что продуктивный лёд пчёлы 2-3 километра. Народ, да, вот опытным путём установил продуктивный лёд у них гораздо больше. Но у сильных семей, тем более у сверхсильных семей, когда 10 верст они летают и таскают мёд. Поэтому смотрите, чтобы в радиусе 10 верст не было заводов, портов, пароходов. Ну, учитывайте розу ветров, учитывайте чужие пасеки. Что за пасеки? Потому что пасеки разные бывают. Ставят под лёд пасеки, то есть на пути лёда. В общем, учитывайте это всё. Ну, вот самое лучшее, на мой взгляд, это анастасиевские, ну, оформленные уже поля с присмотром, да. Или удалённые дачи. Поставил там этот угли свой, 1, 2, 3, и он стоит под присмотром. Мёд таскают они, приезжаешь, по делу заглядываешь туда. Место нашли пчёлы. Чистых породистых пчёл найти можно? Можно. Ну, сложно. В основном, ну, не знаю, по горам где-то полазить там. У старообрядцев, вот рассказывают, есть на Алтае, высоко в горах, там крупная пчела, очень злая, русская. Ну, среднерусская, как её называют. Русская пчела очень хорошая. Ну, спустить оттуда с гор её очень трудно. Но всё равно, если ты её оттуда спустишь, она здесь перекрестится с местными беспородными уже пчёлами, потому что лёд у трутня, он тоже там 7 верст, и они все перекрещиваются. Если у тебя стоит, стоит семья, и рядом по другие семьи, то это всё перекрещивается, всё это теряется. Помеси приводят к вырождению, как у людей, так и у пчёл. Вокруг нас помеси, больше и меньше, но помеси. Ну, вот ещё в питомниках, я знаю, что есть породистые пчёлы, можно оттуда. Вариант – заказать пару пакетов с Украины. Такие пакеты, если попадётся нормальная матка, успевают настолько развиться, что семью можно разделить и сделать две семьи. Ещё и мёдом обеспечат. Хорошие бывают пакеты у них, где-то 50 на 50, то есть вот так вот попадают. Хохлы тоже мутят немного. Цена за пакет в районе 5000, вот, с Украины. Ну, в принципе, вариант. Можно пчёл поймать почти даром. Тут как повезёт. Из собственного опыта ловля пчёл. Как я их ловлю? Что вам нужно для этого? Нужно взять, сделать из чего-то ящик. Можно из фанеры, не знаю, арголита. Ну, неважно из чего. В общем, сделать ящик на 5-6 рамок, стандартных или нестандартных ваших. Желательно где-нибудь раздобыть старый сот. И положок. Положок – это вот то, что укладывается на гнездо. Пчёлы пропитывают эту тряпочку. Это называется положок или холстик. Он очень пахучий такой. Или прополиса. Вот тоже. Если есть возможность раздобыть прополиса. Прополис дороже, просто положок дешевле. Там можно у пчеловодов где-нибудь раздобыть. Помещаете ваши пустые рамки с вощиной. Помещаете пустые рамки в этот ящик. Помещаете туда старый сот для запаха. Чтобы матка начинала уже сеять, чтобы не слетел рой. Закрываете крышкой этот ящик. Делаете отверстие в этот ящик. Прикрепляете кусочек запашистого положка. Или прополиса к этой дырке. Это приманивает пчёл разведчес. А потом и рой уже прилетает туда. Ловушка готова. Таких ящиков нужно сделать 3-4. Это увеличивает шансы. Стенки ящика должны не бросаться в глаза. То есть чёрный цвет, тёмно-коричневый подойдёт. Нужна лестница, чтобы устанавливать ловушки. Потому что, конечно, романтично по деревням лазить. Но не очень практично. Ну и довольно опасно. Можно переломать ноги в лесу. Ну и нафиг это нам. Находим пасеки. Деревни, в которых держат много пчёл. По карте подчерчиваем радиус. Вокруг них это 2-3 километра. По лесу пчёлы полетят не по прямой, а второй сам. То есть это всё учитывайте. Или по прямой. Бывает по прямой вот поле, да, поле. И вот так вот по прямой расположена какая-нибудь деревня. Ну, здесь уже по прямой до 5 километров от пасеки. Находим в этом радиусе место на берегу реки. Вот тоже очень важно. Моё открытие, что раи лучше ловятся в приближении, в максимальном приближении к проточной воде. То есть это всё учитывайте. Находим в этом радиусе место на берегу реки. Ручья или родника. Находим старое дерево. Ну, потолще такое. Чтобы залезть удобно было. Я вот устанавливаю ловушки в 3-5 метрах от земли. Ну, вот где-то. Сразу скажу. Хороший рой вот у нас стоит где-то 5 тысяч. То есть оно того стоит. Поставили ловушку там. 3-4 ловушки в хороших местах. И ждите до начала июля. Раи улетают у всех. И у опытных пчеловодов. И из улев, и из колод. То есть раёв улетает много. Чем позже рой, тем он слабее. Поэтому июльские, и августовские поройки лучше не брать. Ходите, смотрите. Раи мая, июня. А самые лучшие, сильные раи. Подходите к дереву. Я вот устанавливаю так, чтобы не выходя из машины в бинокль. Был этот леток, видно. И сразу видно там весёлая тусня такая. Пчёлы там на летке бегают, вылетают из этой ловушки. Прилетают. Ну, значит рой на месте. Ну вот. Поймали вы рой. Рой у вас есть. Тут вот два есть варианта. Первый. Пойти вечером. Поставить лестницу. Заткнуть дырку тряпочкой. Отвязать ловушку и переселить в свой улей. Второй вариант. Вот такой вот ещё есть. Без заморочек с пчеловодством. Это надо найти пчеловода. Нормального, по-небалбеса, адекватного. И предложить ему подсилить его слабые семьи поздней осени. Ну вот лично я бы от такого предложения бы не отказался. То есть это нормально. Потому что всегда такие семьи есть на пасеке. Ну, бывает такое там. Разворуют семью или ещё что. Ну, короче, бывает. Ослабевают. Семьи очень резко. К осени. Что делать с ней вообще непонятно. Потому что уже осень. Мёд-то вроде у них и есть. Да. Они хорошо ты натаскали. А пчелы нет. Или матка пропадает. Бывает матку убивают. Ну, не они. Не они сами. А там, какая-нибудь. Залётная. Ну, что только не бывает. Вот. Вот. Найти такого пчеловода. Если нашли, то ловушку оставляйте до поздней осени в лесу. Ну, важно, чтобы она была укрыта у вас. Кроны хорошо подвешены. Высоко. Поздней осенью. По морозцу. Подходите к этой ловушке. Ставите лестницу. Затыкаете отверстие. Снимаете ловушку. Отвозите на пасеку. И стряхаете с пчеловодом. Или сами, как уж там, по договорённости. Ну, скорее всего, с ним. А в слабые семьи. Прям пчёл берёте и стряхаете их. Ну, конечно, аккуратно, чтобы не поломать соты. Потому что уже прохладно. Нужно сказать, что в начале зимы, при температуре минус 5, минус 10, пчёлы объединяются очень хорошо. Без вражды. Очень хорошо объединяются. И вот пчёлы не пропадают. И у вас получается 6 рамок дикого лесного мёда. Это около 20 килограммов мёда. Кушайте всю зиму волшебный мёд. С рамки, вот как мы, да? Деревянной ложечкой. Вы довольны. Пчеловод доволен. Пчёлы не пропадают. Всем хорошо. Буду рад ответить на все вопросы. В следующем выпуске я продолжу рассказ о прикладном пчеловодстве простыми словами. За сим прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин